Всем привет! Мы с папой готовим видеопроект для садика на тему мои домашние животные. Сейчас я вам покажу, где и как они живут. Тут тайваньский кокоский полос. Сейчас они в линьке все, да, линяют? Да. Поэтому прячутся. А вот там узкий полос. Как амурского пола уже ты назвал? Зовут его как? Яша. Яша тоже собирается линять, поэтому активность у него нулевая, да? Да. А вот тут калифорнийская королевская звезда. Калифорнийская, да? Да. А тут карликовый удак. Карликовый удак. Да. Здесь гангуранская. Гангуранская, да? Да. Гангуранская звезда. Молочная, да? Да. Еще молочная. Наверху у нас там паучки, да? Да. Паучки-птицееды. Паучки-птицееды. И еще элюблефар. Элюблефар. А еще кто там? Есть еще кто-то? Моисовый полос. Хорошо. Кто у нас тут в аквариуме живет? Тут малинези и меченосцы. Малинези и меченосцы. А тут карпы кои. Кои, да? Карпы кои. Малинези и меченосцы. Тут меченосцы, да? А тут меченосцы еще один. И сомики анцитрусы, да? Да. Малинези и меченосцы. Малинези где-то тут нам наделали много. А вот тут везде гуппи. Везде красивые породы гуппи у нас, да? Гуппи черный монах. Малинези. Зеленая кобра. Ну что, Никита? Так, в целом мы рассказали про нашу комнату с животными, да? Да. А вот тут у тебя муравьи еще, да, животные? Да. Муравьи, муравьи. Мужницы. 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 Все. Ну, рассказали мы про комнату в целом, показали. Теперь расскажем про некоторых животных более подробно, да? Да. Это молочная гондурасская змея. Молодая самка. Очень яркое, красивое животное. Пока молоденькое, очень пугливое. Будет становиться больше, красивее и спокойнее. Что, Никитос, расскажи мне, что это у меня на руках за змеи? На руках у тебя два пары удава, обыкновенных. Ага. Обыкновенный удав, да? Да. Самец и самка. Самец и самка, да. Нравятся тебе эти змеи? Да. Мне нравится, что они очень спокойные. Очень спокойные они, да? Да. И красивая у них форма и отсветка. И рассветка, и окрас красивый. Угу. Угу. Прям тянется ко мне. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Красивые змеи, да? Да, красивые. У-у-у-у, ко мне тянется. Ой. Один ко мне тянется, один на камеру. Один ко мне тянется, один на камеру. У-у-у-у. Позеры такие, да? Да, позеры спокойные. А прямо тот, который на меня смотрит, такой, зазмурился и такой, замри. Ага. Морская фигура на месте замри. Угу. А он... Такой клубочек. Красивый. Да. Замотали мне руку. Замотали руку. И теперь никак. Теперь будем распутывать, да? Да, теперь не дадут. Ну как они у тебя как? Даст, даст, даст по рукам. Да не даст, даст. Видишь, они какие спокойные. Как удавы спокойные, да? Спокойные, как удавы. Они есть удавы. Они есть удавы. Ну все, будем заканчивать с удавами, да? Мне они очень нравятся. Очень нравятся, да? Да. Это тайванский тонкохвостый полоск. Очень красивая змея. Считается грызунами, птицами и их яйцами. Охотятся как и на земле, так и на деревьях. Это у нас маленькая молоденькая самка. Вырастает очень красивую змею и очень большую змею. Такую, да, там 2 метра 50 сантиметров, да, по-моему. Красивая змея, да? Да. Сейчас упадет. Давай. Такая переползает. А, сейчас упадет. Да не упадет она. О, как она. Красивая. Раз. Раз глаза не могу отвернуть. Здесь у нас живет калифорнийская королевская змея. Полосатая в тельняшке. Эта змея в местах обитания питается другими змеями, ящерицами, грызунами, птичками. Она даже может съесть змею с себя размером. В местах обитания она питается гремучими змеями, ядовитыми. Это те, которые на хвостике погремушка, они, когда к ним подходишь, они ею трясут, чтобы оповестить вас о своем присутствии. Что у тебя за змея, Никита, на руках? Расскажи, пожалуйста. У меня на руках амурский полос. Очень интересный и спокойный вид. Где обитает он? Он обитает в России, в Китае и в Монголии, и в Корее. Большой растет? Большой, до двух метров. И еще амурский полос, когда взрослый, он окрашен в черный цвет. И еще, когда мы взрослый, мы окрашен в желтый цвет, с ярко-желтыми пятнами. Желтыми. Угу. Тянется к лицу тебе, да? Да. Быстро ползают они? Быстро. И отлично лазают по деревьям. Угу. Плавать умеют? Они умеют плавать и нырять. А что кушают? Амурские полосы кушают грызунов, мелких птиц и их яйца. Да. Часто их заводят дома? В Китае заводят часто дома в качестве домашних животных, которые стреляют лисей и крыс. Ммм, классно. Нравится тебе он? Да. Он у нас быстро растет, да? Да. Он только полинял ночью, да? Угу. Красивый. А ну покажи его ближе на камеру. Детки видели. То есть вот это вот все будет окрашено в черное, а вот эти вот желтенькие пятнышки будут ярко-желтые, да? Угу. Да пусть ползает там. Да пусть ползает. Липя же так удобно. Угу. Пусть ползает. Мне не гордит страшно. Ой, нет. Ну все, давай его в террориум отнесем. Давай. Как, Никита, у нас эта змея называется? Маисовый пол. Маисовый полос. Альбиносы, да? Да. Это у нас самец. Самец и самка. И вот самочка. Очень бешеная. Бешеная. Она не бешеная, они просто молоденькие всего боятся, да? Да. Маленькие. Неприхотливый вид. Легок в содержании. Очень часто содержится в домашних коллекциях, да, Никита? Успешно размножаются в неволе. Как обычно, бывает, самец больше контактный, чем самка. Вот она, грузинь. О! Сейчас хочет пробить. Ну все, будем их убирать в террариум, да? Да. Лучше. Пробой. Это полинял амурский пол. Вот такая вот у него кожа, да, выползок? Длинная. Да, длинная. Китушка, расскажи, пожалуйста, деткам, что ты знаешь о змеях. Я знаю о змеях, что змеи не забиты. Как себя надо вести деткам при встрече со змеей? Надо вести себя спокойно. Не гоняться за змеей при встрече. Не гоняться. То есть, надо дать возможность ей уползти своей дорогой, да? То есть, змеи боятся людей. Если она увидит человека, она при любой возможности постарается сбежать, да? Да. Ты знаешь, сколько видов водятся змеи на территории Молдовы? Восемь. Знаю. Восемь. Восемь. А какие? Уж обаклавины, уж водяной, четыре полосы кола, желтые брюхи, эскуапы, медянка. Это ты перечислил шесть. А еще, наверное, есть ядовитые виды, да? Да. Какие? Это гадюка обаклавина и гадюка стихная. Угу. Хорошо. Хорошо. А сколько из этих змей занесено в Красную книгу? Шесть. Шесть штук. Это все, кроме ужа обыкновенного и ужа водяного, да? Охраняются государством. Да. Понятно. Значит, какой мы делаем вывод? Значит, при встрече со змеями надо дать возможность ей уползти, не гоняться за ней, не ловить. Не ловить, надо просто дать ей возможность уползти. Уползти, да. И если вы собираетесь в поко, надо одеть специальные босаги. Босаги. Сапоги, да, какие-нибудь. Обувь высокую, с толстой кожей, да? Да. Плотные штаны. И специальная кожа. И стараться не лазить по кустам, да? Да. И по заросшим местам. Да. Ну что, Никитка, ты при встрече со змеей не будешь за ней гоняться с палкой наперевес и кричать улюлю, да? Да. Какие-то у нас? Пятнистый алюбрифа. Очень добрая, хорошая лоящерица. Да. Симпатичная моська такая у нее. Да. И можно ее гладить. Да. Припускать на руку. Она очень медленно ходит. Ну, при желании она может и побыстрее побежать, да? Да. При желании она может и побыстрее побежать. Чем она питается? Она питается тараканами и личинками жуков. И личинками жуков. Ага. Вот. Куда, куда? Ведет преимущественно ночной образ жизни. То есть она днем спит, а ночью бодрствует, да? Угу. О-о-о-о. Есть очень много вариантов окраса. Более ста видов, наверное, если не больше. Угу. Более ста видов. Они когда кушают, облизываются. Да. Привыкают к рукам. И привыкают к рукам. И кусаются. И кусаются. Этим самым заслужили большую любовь у террориумистов. Можно содержать по одной штучке. А можно содержать группами. Один самец и две-три самки. Мам, махачачачка. Если ее сильно напугать, она может откинуть вот свой красивый хвостик. Шикарный от страха. Поэтому ее пугать не стоит. Пятнистые алюблифары имеют очень маленькие зубки. Да. Да. Ну и они не кусаются. Да. Разве что, если перепутают тебя с жуком. Да. Или с личинкой. Или с личинкой. Да. Еще сверчков они кушают, да? О, да, да. У нас давно были сверчки. Ууу! В нашем доме, помимо других питомцев, содержатся необычные животные. Пауки, птицы и еды. Многие их боятся. А нам они нравятся. Пауки очень интересные. За ними очень интересно наблюдать. Питаются они насекомыми. В нашем случае это тараканы. Аргентинские. Они вот у нас все разного размера и возраста. Но в основном все молодые паучки. Растут. Растут они тоже очень интересно. Пауки линяют. Вылазят из старой шкурки. Становятся больше и красивее. У них есть еще интересная особенность. Если они каким-то образом повредили какую-то свою лапку. После линьек. Одной-двух. Лапка полностью восстанавливается. Отрастает у них. Вот он перевернулся на спинку. Из паутины сделал себе подстилку. Паучков бояться не надо. Паучки очень полезные в природе. Они уничтожают паразитов. Так что не убивайте пауков. На коде у нас аргентинские тараканы. Аргентинские тараканы. Для каких целей мы дома держим вот столь неприятных существ? Чтобы я кушал, я люблю птицеед пауку. Кто из них тут самец, а кто самка? Ты знаешь? Вот самка. Самка. А самец? А самец вот такой. Да, с крылышком. Имеет крылышки и летает. Ну он не летает, но может. Короче крылышки. Я видел как он один раз спорхнулся и летал. Да. Так фух, спорхнул, да? Да, спорхнул. Я его держал, держал на руках. Да? Да. Блаптика Дубия, да? Угу. Ты даже такое латинское название знаешь? Какой ты молодец. Блаптика Дубия. Блаптика Дубия, отлично. Какая ферма, да? Это моя муравейная ферма, в которой живут муравьи-женицы. Наш инструктор. Эти муравьи фермеры. Они питаются разными зернышками, и семенами, и маленькими. И мелкими насекомыми. Они приносят очень большую пользу природе. Они выполняют роль санитара. И когда муравьи-женицы несут семена в муравейник, они их теряют, и эти семена растут. У них есть королева матка, которая выкладывает яйца, из которых вылупляются муравьи, солдаты и рабочие. Да, ну давай посмотрим, где там у нас матка. А вот она, да? Да. Вот она самая такая большая. Вот она. И солдаты там, наверное, есть вот такие самые крупные. О, за розетчики выбегают рано. Да. Так, хорошо. А что ты можешь рассказать в целом о своей ферме? Что у моей муравейной фермы есть много комнат, в которых муравьи держат еду и яйца. Это вот все, вот это вот у тебя комнатки идут, получается, да? Это получается, пока их мало, вот здесь, да, открываешь потом дверцу и будет у тебя, получается, вот так у них, такой муравейник большой. Вот такой. Да, потом еще можно открыть дверцу вот здесь. А потом вот здесь. Понятно. Ну это когда их станет много, да? А когда их уже не поместится, мы их выпустим на волю через эту дверцу. Я понял. А вот это у тебя что такое вот большое? Это арена, в которой муравьи охотятся и выносят мусор. У них там мусорка, они вносят отходы туда, да? И еще у них есть кладбище. Да, ничего себе. Это вот они вот здесь хранят, получается, еду. А вот тут у них, смотрю, яйца. Классно. А что ты еще в целом можешь сказать о муравьях? Что они очень трудолюбивные и чистотворные. За ними очень интересно наблюдать. Супер. Это наш кот Сергей. Очень хороший, добрый котик. Приехал к нам из Санкт-Петербурга. Ему уже более 10 лет. Очень ласковый, игривый. Был когда-то. Очень красивый котик, добрый. Мы его очень любим, да, Никита? Да. Вот, он даже играется иногда. У нас Новый котик. Мы его подарили мама с папой на Новый год. Мы его еще не назвали. А у него порода шотландский и слабый. И слабый. Он любит играться с мячиками. И со всем, что дышится. И созлись, и созлись, и созлись ты, и с мячиками. Веселый, малый, да? Угу. Ю-ху. Ну вот и все. Я вам рассказал про наши животные. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Клуб телевнисток Молдовья и Приднестровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok